добро пожаловать дорогие друзья с вами крашек спасибо что зашли давайте покатаемся в мотор там прекрасная игрушка которая находится еще в этой версии вот вы видите у меня уже тут есть некоторые навыки то есть общий уровень вождения на 7 работа в такси на 3 и вот уже почти на 4 да чуть-чуть еще не хватает дальше перевозка пассажиров автобуса к сожалению нисколько потому что в автобусы я еще не садился доставка грузов но что-то типа дальнобойщиков всего лишь 23 я немножко по доставлял грузы на пикапе то есть не какой-то там грузовик а элементарный пикап и гоночки вождения на всяких скоростных трассах тоже пока что не участвовал потому что нужно много денег у меня всего 6000 в общем давайте зайдем в игру чтобы было понятно о чем идет речь у нас есть самая простая такси таксишка лада значит смотрите искать пассажира требующего комфорт мне это дело не нравится потому что водить нужно аккуратно медленно спокойно чтобы машину не трясло не кидало и при этом бонусы минимальные ну просто нисколько то есть тебе дается полторы тысячи 500 из них дается на кассу в компанию и где-то 250 500 замись в зависимости от того один или два кубика останется от комфортного вождения дается тебе еще сверху то есть полторы тысячи за поездку а вот найти срочного пассажира да если ты находишь тебе кроме твоих денег там ну там тысячи до тебе еще сверху могут тысячу накинуть столько же в общем одним словом найти срочного пассажира намного круче потому что если ты вот возишь вводишь очень быстро то есть вот прямо страшно быстро да да если ты вводишь просто очень быстро тогда как бы на этом как бы вот если ты вводишь очень быстро ты можешь заработать просто кучу денег нажимая кнопку q тут есть режимы дрифт комфорт и спорт мы сейчас едем мы смотрим на карту вот желтым цветом обозначена где нас ждет срочный пассажир похоже что этот нет этот нам не подходит смотрим извините я жду лимузин да так к нему чешет коп непонятно зачем что он хочет он ему сейчас скажет тут нельзя ждать лимузин ладно неважно вот он наш срочный пассажир нам платят 1354 комфорт срочно погнали значит он просит у нас и комфорт и срочно к сожалению большому сожалению комфортно и срочно ну то есть срочно потому что вы видите раз два три 4 4 кубика да вот сверху где истекает время вы можете увидеть 4 кубика на срочности это обозначает что если вот мы будем сильно кидать машину влево вправо то есть вот этот синий кружок который под автомобилем синий кружок видите вот если сильно будет кидать машину точечка вот этот спот до горошинка будет становиться красной и будет будут уходить кубики срочности то есть будут уходить кубики комфорта как бы время в любом случае я думаю истечет вот этот минута 35 до которой у нас там осталось сейчас включим фары вот полторы минуты которые остались они истекут достаточно быстро и все остальное но это как бы будет уже истекать как песочные часы бонусное время смотрите максимальная скорость 70 мы едем 80 впереди нас полицейский к сожалению оказался мы не можем его обогнать мы не можем его обогнать потому что он начнет нас преследовать и в итоге арестует вот такая вот западня ничего не попишешь ехать нам еще очень далеко в минуту мы никак не впишемся будем ехать минуты три-четыре смотрите что он делает этот долбоеб впереди настоящий давайте пропустим надеюсь он поедет вперед надеюсь он поедет вперед он нам не нужен он не нужен нам чтобы нас преследовать нет к сожалению он повернул но я предлагаю вот тут можно уже ехать 110 я что предлагаю просто оторваться сильно вперед так чтобы он ну как бы не заметил не заметил нашу скорость если мы будем ехать больше чем 110 километров в час на карте вот пожалуйста все желтое расстояние мы должны проехать ускоряемся в принципе нам осталось каких-то жалких 10 секунд полтора километра конечно мы не проедем а нет вру комфорт вот смотрите вверху видите два кубика комфорта а вот этих вот раз два три 4 5 кубиков это как бы время все таки вот один кубик исчез нам дали еще 40 секунд из каждых 40 секунд мы теряем бонусные деньги но нашему персонажу нужно и комфортно и быстро поэтому нам придется балансировать мы будем лететь на полном ходу постараемся чтобы хотя бы что то хотя бы каких-то один два кубика скорости как бы срочности да так это назовем остались вот смотрите эта машина то что точно такие же движения делают поворачивать лево право лево право это тоже самое делает это глюки потому что игра еще не доработана она находится в этой версии мы ее тестируем мы смотрим что она из себя представляет игра честно сказать по моему отличная есть что дорабатывать конечно кое-что в движке именно в движке игры потому что мне не нравится как на большой скорости машина начинает заносить это неудобно когда хочется побольше заработать денег как вы знаете таксисту иногда платят за скорость иногда платят за комфорт все как в игре но когда ты летишь на полном ходу и тебя заносит просто как сумасшедшего это никуда не годится что ж сейчас и исчезнет третий кубик срочности 700 метров 600 метров да это очень много но мы постараемся их пролететь опять полицейский опять мы должны мы вынуждены избавить скорость отлично снова повышаем повышаем скорость потому что этот урод проехал мы находимся в районе че джу смотрите осталось совсем чуть-чуть все никакого комфорта за комфорт нам ничего не заплатят при том что нам оставалось 80 метров к сожалению но нам заплатят за срочность можно было вести и неаккуратно зря старался что ж нам заплатили 1354 тариф за комфорт нисколько за срочность добавили 812 то о чем я говорил безумные деньги добавляют за срочность вот почему я выбираю именно этот режим он немножко сложнее чем комфорт хотя нет вру с комфортом тоже иногда не получается ехать потому что опять же спешу все на движок вот смотрите вот видите как машина управляется на большой скорости это вообще отвратительно и так наш следующий пассажир смотрим на карту да вот желтым обозначено куда мы должны добраться полицейский кажется собрался ехать за нами подбираем пассажира быстрее да я согласен вперед у нас есть три минуты времени вот он полицейский смотрите он сейчас будет ехать он будет поворачивать чтобы поехать за нами погнаться он нам не нужен постараемся его сбросить при том что мы находимся то что мы управляем машиной лада вы видели как только что загорелся наш мотор ничего страшного это не беда нашему пассажиру абсолютно плевать самое главное чтобы мы добрались за оставшиеся полторы минуты на комфорт можем не обращать никакого внимания потому что за него дают очень маленький бонус а вот за скорость большой поэтому мы летим на всех парах мы ни на кого не смотрим мы стараемся доставить пассажира быстро ни о каком комфорте речи быть не может и у нас не так много времени потому что ехать практически три километра как вы понимаете для того чтобы три километра преодолеть за две минуты нужна очень большая скорость ну допустим если мы едем на скорости 100 километров в час а не 60 км в час до 67 километров в час то один километр мы преодолеваем за одну минуту так вот если мы едем сто двадцать километров в час то это выходит два километра за минуту так вот нам осталось как раз вот этих два километра и полторы минуты. То есть мы должны ехать примерно на скорости плюс-минус 90 километров. Выше, чем 90 километров в час, должна быть скорость, учитывая, что будут еще повороты. Мы будем поворачивать на медленной скорости. Машина никак не вписывается в повороты на большой скорости. Она просто ведет себя как какая-то хоккейная клюшка на льду. Так что мы можем даже не пытаться. Что ж, у нас осталась одна минута. Двигатель перегорает. Ничего страшного. Это не наша машина. Нам ее дал сервис. Мы ее потом починим. Самое главное, заработать больше денег. Снова полицейский. Извините, мистер. Мы ничего плохого не хотели. Не преследуйте нас, пожалуйста. Мы больше не будем. Он от нас оторвался. Он сказал, ничего страшного. Вы, кажется, и так самоубийца. Так что не вижу смысла вас преследовать. Потому что... Ничего хорошего вас не ждет. Нет, вру. Полицейский все-таки нас преследует. Это очевидно. Просто тут полицейские свои возможности не упускают. Наш двигатель перегорает. Никаких проблем. Я вас доставлю. Я вас доставлю. Осталось всего лишь 900 метров. Но смотрите. 900 метров это в той стороне. А мне-то ехать больше. Мне-то ехать больше. Я неправильно подсчитал. Я подумал, что мне как раз получится доставить вовремя пассажира. Но этих 900 метров вот уже превратились в километр. Как вы понимаете, это имеется ввиду, где находится этот спот на точке. Вот уже километр и 100 метров. То есть это расстояние до спота на карте. Физическое расстояние. А не расстояние, если ты будешь ехать по трассе. Полный долбоебизм. Но напомню, игра находится в стадии разработки. Так что не будем судить строго. В принципе, игрушка очень интересная. Смотрим, где там полицейский. Полицейского нет. Надеюсь, мы от него оторвемся. Надеюсь, он нас не будет преследовать. Потому что этих 8000, которые у меня сейчас есть, очень быстро могут испариться. Если всякие там полицейские, элегавые и прочая дрянь будет нас преследовать. Ничего хорошего из этого не выйдет. Они просто отберут все нажитое честным трудом. Вы посмотрите, как я стараюсь. Вы посмотрите, как я из кожи вон лезу. У меня даже подгорает двигатель иногда. И пассажир говорит, ничего страшного. Главное, довезите меня как можно быстрее. Что ж, вы видите, как значок шерифа постепенно тает полосочка. Что это обозначает? Это обозначает, что мы отрываемся от полицейских. Полицейские нас не хотят больше преследовать. Они сказали, ну его нафиг. Ты слишком быстро водишь свое такси. Эти дрова способны на то, чтобы отрываться от всяких копов. Нам заплатили 1400. И за срочность нам дали 1200. Доля прибыли владельцу транспортного средства. Минус 450. Напомню, что машина не моя. Машина взята у компании. Которая нам ее любезно предоставила. В принципе, я могу здесь купить свою машину. Но не факт, что я в ней буду работать таксистом. Хотя нет, вру. Все-таки попутчиков можно будет подбирать. Что ж, полицейский не взял с нас никакого штрафа. Мы от него оторвались. Мы его наебали. Мы его сделали. Уровень вождения повышен. Вот что мне пишет здесь. В этом вот таком игровом типа чатике. Но это не совсем чат. Это просто сообщение у тебя. Вылазит системные сообщения. У меня 10500. Это не сильно много. Но в принципе, это подает надежду. Оказывается, из меня получается неплохой таксист. Я могу пересесть в любой момент в другое авто. В которое будет позволять уровень. Уровень вождения будет позволять. Но пока что я еще поработаю немножко таксистом. Потому что получается неплохо заработать. Давайте подберем очередного сумасшедшего. Который куда-то спешит. Который готов сесть в наше кровожадное такси. Вот он этот бомж. Он нам готов заплатить 1300 монеток. Он возьмет из кармана и высыпет нам 1300 монеток. Но это будет не все. Он нам даст еще чаевые. Примерно столько же. Примерно еще 1000 монеток отсыпет в мешочки. И на этом мы с ним попрощаемся. Но на самом деле это не маленькие деньги. Что ж смотрите. У нас 2,5 минуты. Где спот я его не вижу. Ничего страшного. Видимо он слишком далеко. Мы летим на полном ходу. Для того чтобы пассажир остался доволен. На комфорт не обращайте внимания. Уже одной палочки комфорта нет. За него не дают слишком много. За него в среднем дают 250 монет. Это не сколько. А довести и срочно и быстро. Как я уже сказал. Не получится. Поэтому мы выбираем что-то одно. В самом начале игры. Я выбрал все-таки подбирать тех. Кому нужно именно срочно. Вот смотрите как. Если бы я выбрал. Что подходят пассажиры. Которым нужен исключительно комфорт. И больше ничего. То некоторые из них. Предлагали бы нам именно. Просили бы нас доставить их. Именно с комфортом. То есть вот этого вот времени. Которое идет. Да вот сейчас вот написано. Минута 40. Его бы не было. И мы бы могли не спеша ехать. Но задача стояла бы очевидная. Ехать в режиме комфорта. Вот клавиши IQ. Тут можно переключать. Дрифт, комфорт и спорт. Вот видите. Вот когда я нажимаю комфорт. Смотрите на спидометр. Машина видите. Разгоняется очень-очень медленно. Теперь смотрите. Я переключаюсь на спорт. И разгон идет быстрее. Вот видите. Вот для этого нужен режим комфорт. И пассажиры. Подобные пассажиры. Которые какие-то недотроги. Которым нужно ехать очень медленно. Медленно, но так, чтобы они могли вздремнуть по дороге. До спота осталось 3 километра. Посмотрим на карте. Но ехать нам примерно 4. Так что хотелось бы разогнаться. Потому что хочется побыстрее заработать деньги. Нам осталось 40 секунд. Для того, чтобы сохранить полный бонус. Я думаю, в таком случае нам могли бы заплатить, кроме полторы тысячи, которых нам заплатят за то, что мы довезем пассажира. Нам бы могли заплатить еще тысячи три. Вот если вот так вот пять кубиков останется. Нам заплатят около трех тысяч. Да, около трех тысяч сверху. То есть это где-то четыре с половиной тысячи. При том, что за все поездки, за все время игры, посмотрите, я смог заработать всего лишь десять с половиной тысяч. Как вы понимаете, это колоссальные деньги. Если двигатель перегорает, ничего страшного. Это совершенно не проблема. Я не вижу проблемы. Машина все равно не моя. Нам ее предоставила. Предоставила компания. Это во-первых. Во-вторых, это лада. Это не автомобиль. Это корыто. Поэтому пусть горит. Что ж, двигатель снова перегорает. Переключаемся в режим дрифт. Посмотрим, что это даст. Скорее всего, ничего. Итак, здесь мы можем ехать 90 километров в час. Но мы будем ехать намного больше. Мы будем ехать на максимально позволенной скорости. Все, что может выдавить из себя вот это вот дерьмище. Вот этот вот желтый кусок дерьма. Так, тут мы едем прямо. Очевидно. Нам осталось чуть больше километра. Мы его сейчас пролетим с ветерком. Три кубика и 45 секунд. Я надеюсь, что все три кубика останутся. Все три кубика останутся со мной. Я хочу получить эти бонусные деньги. Мне бы очень хотелось. Поэтому летим. Летим на полном ходу. 700 метров. Полминуты. Успеем или нет, делайте ваши ставки. Успею ли я добраться за это время. Посмотрите, моя машина дымится. Я спешу. 600-500 метров. Смотрите, как быстро мы едем. Ну что ж, 400 метров. Мы нарушаем правила дорожного движения. Потому что нашему пассажиру нужно срочно. Нет, но у нас остается 7 секунд, 6 секунд. До того, чтобы исчез очередной кубик 100 метров. К сожалению, несколько секунд не хватает. И буквально 50 метров, которых мы не дотянули. Что ж. Как видите, нам все равно неплохо заплатили. Мы нормально заработали. Если продолжать в том же духе, спортивную машину, которая может разгонять большую скорость и участвовать на таких вот трассах. Сейчас я их покажу, где они. Вот. Вот гоночные трассы. Видите? Тут гоночная трасса. Тут гоночная трасса. Вот участвовать в таких вот гоночках. Такая машина может стоить 1300. Понимаете? 1300. У нас всего 12 тысяч. Как видите, на такси, да, можно что-то заработать, но не так много, как хотелось бы. Поэтому, хочешь жить, умей вертеться. Нужно будет поработать еще в скорой помощи, поперевозить грузы. Кстати, кстати, те, кто не знает, вот можно выходить. Так, требуем уровень 5. Что это значит? Давайте присядем в эту машину. То есть, вот так вот. Вот так вот, свободно. Ага, требуемый уровень 5. У меня нету этого уровня вождения грузовиков. Как вы понимаете. То есть, если я даже и пересяду. В какой... Значит, пересяду в какой-то грузовик, то явно не в этот. Потому что пятого уровня вождения грузовиков у меня нет. Вот что меня интересует. Вот смотрите, вот автобус, да. Вот допустим, если я сейчас его остановлю. Давайте попробуем остановить автобус. Именно так стоит останавливать автобусы. И сядем вместо водителя. Ага, мы не можем сесть вместо водителя. То есть, это не GTA. Да, к сожалению, именно так. Мы не можем сесть. Что ж, мы можем сесть только в стоячие машины. Сюда мы... Нет, вру. Вот, все-таки можно было бы сесть. Но, к сожалению, как вы видите, не получается. Ага, нет, вру. Опять же, уже есть водитель. То есть, если есть водитель, то мы не можем сесть. Да, мы не можем воровать машины. Мы можем только занимать... Так, никого не подбирать. Мы можем только занимать автомобили, которые где-то стоят и пустуют. Так, ладно. В таком случае посмотрим, что нас ждет вот в этом маленьком городке. Это такси меня уже заколебало. До меня дошло, наконец-то, что на ней не заработать много денег. Тем более, что это вообще не машина. Как вы понимаете. Платить за то, что я сейчас вот ее измучил, искалечил и побил, я не хочу. Я хочу просто выйти из нее. Беззаботно выйти и сесть в другую. Отправляемся там, где вот эта вот синяя иконка. Посмотрим, что здесь нам предоставляет компания по перевозке. Какие у нас есть возможности. Можем ли мы сесть. Вот именно так нужно выходить из автомобиля. Да. Мы можем сесть в самый элементарный пикап. Мы можем сесть вот в такую машину. И сюда тоже, кажется, мы можем сесть. Сейчас посмотрим. Я не знаю, почему здесь два раза написано вызовет транспортное средство. Давайте нажмем. Место уже занято. Хорошо. Свободная езда. Требуем уровень 2. Мы не можем сесть. Как насчет этого? Общий уровень вождения требуемый 30. У меня всего лишь 9. Как видите. И требуемый уровень катания езды на грузовиках 15. У меня он первый. То есть в начале мы можем садиться только вот в такой вот пикап. Что ж. Вы видите иконку с коробкой. Пожалуйста. Вот так вот это выглядит. Вот что мы можем загрузить. Написано расстояние, оплата и прочее. Допустим, давайте повезем пластиковый контейнер на 600 метров. Нет. Мы не можем повезти на 600 метров. Хорошо. Давайте повезем морковь за 48 монет. Да. Очень близко мы можем повезти. Вот, пожалуйста, нам загрузили морковь. Давайте сделаем одну поездку. Это недалеко. Кому-то понадобилась какая-то вонючая морковка. Ничего страшного. Деньги не главное. По крайней мере, нам должны дать опыт за то, что мы, в принципе, как-то перемещаемся и взаимодействуем. И только впоследствии, когда мы накатаем какое-то время, возможно, несколько часов на пикапе, перевозя всякие там блоки питания, коробки и морковки, только впоследствии мы сможем садиться на грузовики. Да, не все так просто. А вообще, глаза боятся, руки делают. Кто-то тебе говорит, не все так просто. Ты берешь и делаешь. И понимаешь, что все просто. Давайте немножко попробуем срезать, но напомню, что игра находится в стадии разработки, и может быть так, что машина прямо сейчас где-то здесь застрянет. У меня уже такое было, там где нужно ехать чуть-чуть в гору, чуть-чуть в гору, примерно как здесь вот сейчас мы проехали. Машина там просто застряла. Она просто стала. То есть просто было невозможно ехать дальше вперед, и мне пришлось разворачиваться и ехать назад. К счастью, для перевозки морковки не нужна ни скорость, ни комфорт. Ты просто берешь и перевозишь, потому что эти долбанные пассажиры уже заколебали. Смотрите, мы привезли морковку вот этому вот бичу. Что ж, нам заплатили 48 монет и всего лишь 20 экспы. 20 экспы это нисколько. Предлагаю, знаете что? Смотрите, не удалось захрутить. Хорошо. Здесь есть мусор в некоторых местах. Значит, если я его найду, я покажу. Как-нибудь. Если не сейчас, то как-нибудь. Здесь есть мусор, ты его подбираешь, везешь в мусорку, и тебе за это, по идее, тоже платят деньги. Кстати, если что, тут можно, да, подвезти Санта-Клауса. Я не знаю, зачем ему такси, почему у него нету при себе своих оленей, возможно, не та погода, возможно, олени не способны катать Санта-Клауса в такую жару. Давайте дозаправим машину, которую мы нашли где-то, где-то в компании по перевозке грузов. Давайте посмотрим, что нам это даст. Топливный насос, пожалуйста. Заправить. Что ж, вот так вот все это выглядит. Теперь, следующим пунктом мы ищем, где нарисована вот такая вот коробка. Подъезжаем туда. Да, вот мы можем обозначить вот так вот, чтобы ехать. Левой, то есть правой кнопкой мыши. И нам будет на карте обозначено, куда это нужно ехать. Дальше мы подбираем. Дальше все очень просто выглядит. Мы просто подбираем груз, перевозим, нам дают опыт, и как-то через пару часов нам предлагают сесть в грузовик. Именно так. Давайте отремонтируем. Ремонтировать нечего, машина целая, очень хорошо. Что ж, это все, что я хотел вам показать. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что были со мной. С вами был Крашик. Подписывайтесь на мой канал. Если не хотите, не подписывайтесь. Но я буду рад любому подписавшемуся. На этом все. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok